Поехали. Девятая лекция. Одна из моих любимых тем, которая, если она в вами будет понята, должна вам слегка перевернуть ваше сознание. Это рекурсия. Главная, большая тема сегодня. Вот. Значит, когда я школьникам рассказываю эту тему, я привожу в пример парочку русских сказок. В русских сказках есть собственная рекурсия. Давайте я коротко вам тоже это дело приведу. Значит, смысл следующий. Представьте себе, для того, чтобы нарисовать картину экстракционисту, надо нарисовать в картине картину. При этом он выбрал так, что он берет четверть от этой стороны, четверть от этой, четверть от этой и рисует картину в картине. Но это картина. Соответственно, для того, чтобы нарисовать картину, надо нарисовать картину. Но это тоже картина Для того, чтобы нарисовать эту картину Ему нужно нарисовать картину Понимаете логику? То есть смысл в том, что Смысл в том, что Для выполнения задачи Запишите, пожалуйста Для выполнения задачи Сейчас будут сказки, это более такой пример Для выполнения задачи Требуется Выполнить Аналогичную задачу Задачу В скобках задачи Задачу задачи Я вот так делаю Меньшего масштаба Итак Посадил дед репку Выросла репка сладка Крепка Большая при большая Стал дед репку рвать Кто из вас никогда не ел репку Поднимите Третья Остальные ели репку Поднимите Стал дед репку рвать Деду для этого требуется Совершить усилие В 200 ньютонов У деда нет У него есть только 100 Тянет дед Потянет Вытянуть Не может Соответственно Дед Перед тем как Тянуть репку Пытаться дальше Тернуть репку Он что делал Позвал дед Баба То есть у нас процедура Дед Зовет Процедура Функция Дед Для выполнения Своей задачи Зовет Функцию баба Которая Ставит задачу Баба Надо дать мне 100 ньютонов А у бабы Нету 100 ньютонов Да Но она пытается Решить эту задачу Вот Пытается решить Эту задачу И тянет Потянет Вытянуть Не могут Нету у нее 100 ньютонов Соответственно Баба Ставит аналогичную Задачу Своей Внучке Позвала Бабка Кол Да Вызов функции Позвала бабка Внучку Внучка Румяное лицо Пригожая С косой Вот Тянет Потянет Вытянует Она говорит ей У меня есть 50 ньютонов Внучка Давай 50 ньютонов Мне Внучка Нет 50 ньютонов Давайте Как сказать Условия Условия задачи Деда Репка В каком-то смысле Вызвала 200 ньютонов Репка требует Он говорит Нужно 100 ньютонов Он говорит 50 Да А здесь я запишу Силу 100 У этой 50 Только Значит У внучки Есть только 30 30 ньютонов Вот Она больше не может Вот Значит Позвала внучка Чтобы выдать усилие В 50 Позвала внучка Кого? Как известно Жучку Вот Жучку позвала Жучка конечно Сильная Собака Вытянуть не может 50 ньютонов Для нее Соответственно Ставится задача Какая Дай мне 20 ньютонов Нет у нее Никаких 20 ньютонов Она соответственно Тянет Сколько? Сколько может? 10 Она может У нас Всего лишь 10 ньютонов Соответственно Известно Что дальше Произошло Позвала Жучка Кошку Кошка Несмотря на давнюю вражду Тянет Потянет Да Вытянуть не может Потому что Жучка Ставит Вызывает Функцию Кошка Задача Выдать 10 ньютонов Недостающие Кошка Не может Выдать 10 ньютонов У нее Всего 9 ньютонов Вот Так вот Смотрите Внимательно Да Позвала Кошка Мышку Да А мышка Выполняет Свою задачу Вы же Простите Она мне на лесу Похоже А мышка Выполняет Свою задачу Непосредственно То есть Она Никого не зовет Вот в чем Самая Главная Ее особенность Мышка Это главный Герой сказки Именно потому Что она Является Внимание Я не знаю Переписывали вы Или нет Но я прям Сюда стрелочку Напишу Называется Крайний Случай Рекурсии Крайний Случай Рекурсии То есть И смысл Следующий Что если бы Мышка Позвала Муху Муха Комара Комар Микробы Микробы Вирусы Вирус Молекулы Молекулы Атом Атом Монуклоны И так далее Ну там правда Тоже есть Крайний Случай Когда есть Супер Струны Дальше Как-то вроде Некуда Короче говоря Смысл Следующий Что Как Какой-то Конечный Вызов Должен быть Особенным Конечная Функция Которая Решает Задачу Она должна Решать Не так Как все Предыдущие Понимаете Она Крайний А вот Любой Другой Из вот Этих Случаев Это Рекуррентный Случай Там Решается Задача При помощи Вызова От задач При этом Давайте Теперь Какой-нибудь Конкретный Пример Напишем Но Первым Примером Обычно Дают Факториал Давайте С него И начнем Факториал Числа Можно Микро Такой Небольшой Над Заголовок Типа Пример Рекурсия Можно Его Не давать Просто Факториал Числа Ну Вообще Факториал Числа Он делается При помощи Цикла Фор Там Ничего Не надо Перемножаем От 1 До n И пожалуйста Но Давайте Попробуем Пойти Иным путем Рассмотрим Что такое f От n Он Вообще Обычно Он пишется n-факториал Но Мне будет Удобнее Сейчас Именно Так Это f От n Ну То есть Я сейчас Подразумеваю Что это n-факториал Да Вот Давайте С вами Опишем Чему Равно Это Самое f От n С точки Зрения Математики n- 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 Числа Чему Он Равен Очевидно Что Он Равен У Меня f От n Минус Прошу Прощения f От n Минус 1 Умноженное Сводится Факториал Минус Единицы Факториал Минус Единицы Факториал Минус Двух И так Далее Оно Никому Такое Не надо Соответственно Вопрос Что нам Нужно Сделать Мышку Где Мы Сделаем Мышку Ну Как Известно Факториал Нуля Да Я Вот Это Встрою Сейчас На основе Математического Утверждения n Факториал Равно Поскольку Это 1 Жд 2 Жд 2 Жд 2 Жд n n n Минус 1 Множить на n То Соответственно n Факториал Равно n Минус 1 Факториал Умноженное на n Но Это Я уже Написал Вот В этом Виде Это Математические Комбинаторики Вы наверное Школьные Знаете Да Что 1 Факториал 1 0 Факториал Для дополнения Формулы Ц Пока Приходится Тоже Брать Равном 1 Ну Короче Говоря У меня Соответственно Она тупо Равно Нулю Когда n Равно Нулю Да Понятно Да 1 Да Нет Нулю А 1 Ну Единицы Когда n Я думал Сюда Единицы Единицы Когда n Равно Да Так вот Важное Влажное Дополнение Вот Это То Что Я Написал Не Работает Для Вытаскивания Репки С Отрицательным Усилием Ну Короче Говорю Когда У меня n Будет Отрицательное Хотя Можно Определить Факториал Для Отрицательных Чисел Эта Функция Не Работает Потому Что Вот Это Рекуррентное Соотношение Работает Для Понимаете То есть На самом Теле Важно Понимать Математическое Ограничение ОДЗ ОДЗ Моего Способа Да То есть Я свожу Задачу Под задачу И я должен Гарантировать Я Не алгоритм А я Создатель алгоритма Должен гарантировать Что Он Сходится Что Там Не возникнет Этой Ситуации Что Художник Бесконечно Сидит И Ищет Все Более Тонкие Кисточки Для Малевания Все Более Маленьких Квадратов Это Дело Реально Уходит Бесконечность Да Я Видел Фотографию Один То ли Китайец То ли Кореец Ездит По Курортам И каждый Раз Фотографируется С фотографией С предыдущего Курорта Получается Вот Это Масштаб Я Дальше Я, поскольку свожу задачу под задачу, это может по ошибке разработки алгоритма, оно действительно может происходить условно, ну не условно, а прям по-настоящему. То есть они зовут, зовут, зовут и никогда возврата не будет, потому что не найдется этой самой мышки крайнего значения. Вот она мышка. Понятно, да? При понимании ограничений, для которых я этот алгоритм написал, я могу наконец-таки писать собственно функцию. Значит, еще раз, для того, чтобы написать рекурсию, вам недостаточно свести задачу под задачу. Необходимо обязательно крайний случай рекурсии, который выполняется непосредственно. Выполняется непосредственно. Без посредника. Итак, давайте напишем теперь собственно функцию для факториала. Так, сейчас, секундочку. Я думаю, может быть, правильный писатель, потому что... Ладно, нет, будем тут писать. Лучше больше тут записать. Итак, def... А давайте я назову просто f, я еще ее уже назвал, там просто f в проработке, да? Def f от n, да? Двоеточие. Первое, что я должен сделать, не забыть про мышку. Первым я, именно крайний случай, обрабатываю. А вдруг это крайний случай. Если n равно нулю. Если уж быть совсем честным. Давайте я буду совсем честным. То вот тут я должен проверить контракт функции. Потому что она работает для n больше либо равных нулю. То есть я здесь напишу так, я assert пишу, n больше либо равно нулю. Потому что иначе продолжать нельзя. Она зацикливается. Ладно. Но это, как сказать, комментарии, это совершенно не обязательно для ее работы. Но можно комментарии написать. Работает для n больше либо равно нулю. Короче, если у меня n равно нулю, то есть это мышка. Я вот тут так и напишу. Крайний случай. То сразу возвращаем требуемое усилие. Return 1 ньютон. Молодец. А иначе, а иначе, а иначе, return f от n минус 1 умноженное на n. Я сейчас сделаю вот правильно, чтобы все это написали классический вариант. Но сейчас вам придется переписать ее еще раз. Значит, теперь вы можете себе отметить, так сказать, прямой и обратный ход репутсии. Я это вот прям тут же буду сейчас. Но этот алгоритм придется переписать еще раз. Вот давайте. Ну ладно, я тоже тогда переписую еще раз. Прямой и обратный ход репутсии. Поясняю, что это такое. Итак, я сейчас, во-первых, замечу следующее. Что return, он автоматически уже выходит из функции. Поэтому else можно не писать, а этот return просто продолжить ниже. То есть, если крайний случай, то обрабатываем его вот тут. И return. А ниже выполнение продолжается только тогда, когда return не было. То есть, условия ложим. Понятно? То есть, этот else можно не писать, return перебить влево. Но я не буду сейчас спортить уже эту картиночку. Давайте я сейчас распишу вот это сложное выражение. А, оно сложное. Распишу его в последовательные действия. Потому что тут не все так просто. Итак, переписываем то же самое почти. df от n первое. Ну, и сет я сейчас не буду переписывать. Что я сделаю? Как только я вхожу в функцию, я проверяю крайний случай. If n равно равно нулю, то я тут пишу, что? Я тут пишу. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Правильно. Да. Так. Если n равно нулю, я печатаю на экран. Я печатаю на экран. Слово крайний случай. Мышка я уж не буду писать. Это академический стиль изложения. Крайний мышка. Крайний случай. И делаю этот самый return 1. Дальше, как я уже сказал, я else писать не буду. То есть дальше по-любому это рекурсия. Я начну с того, что я напишу print. Это у нас, собственно, вход в рекурсию. Или давайте так и напишите. Прямой ход. Прямой ход. Запятая. Или так. Прямой ход. Запятая в кавычках. n равно, кавычка, закрывается, запятая n. Прямой ход. И n равно, кавычка, закрывается, запятая n. А? Дальше я начинаю вычисление. Итак, мне, во-первых, требуется узнать, собственно, f от n-1. Я так и узнаю. f n. Минус я не могу писать в качестве идентификатора. Я сделаю подчеркивание, fn подчеркивание 1 в качестве переменной. Куда я сохраню результат вызова функции f от n-1. То есть я ее вызову отдельно. Вот, собственно, получение усилий от ниже стоящего. Бабки для деда. Дед позвал бабку. Вот это зовет он бабку. А вот тут принимает от нее результат. Итак, далее. Далее. У меня дед с этим усилием должен кое-что сделать. Он должен помножить его на свой fn. Что он должен домножить на n? На свое усилие. f n подчеркивание 1 умноженное на n. А затем он это усилие может вернуть. Но перед тем, как его вернуть, я хочу напечатать слово обратный ход. Кавычка не закрывается. Запятая n равно, кавычка закрывается, запятая n. И после этого я возвращаю усилие. return fn. Итак. Что здесь? Оказывается, если я теперь посмотрю на вывод на экран, вот это вовсе гор, то у меня будет напечатать, но я не буду писать слова прямой и обратный ход, я буду буквы b и o писать. Смотрим на вывод этой программы. Вывод на экране. Что он будет писать? Я, да, прошу прощения, я вызываю f от 5. f от 5. Я прошу факториал от 5. Значит, он будет писать p, h, прямой ход, n равно 5. То есть, он проверяет, n равно 5? Нет. n равно или нет, n равно 5. Значит, пошло дальше. Он печатает прямой ход, n равно 5, да? Дальше он уходит в рекурсию. То есть, у меня дед ждет, пока баба вернет ему усилие 100 и продолжать без этого не может. Ну, 100. Ф факториалом 4, да? Ну вот. Начинает выполняться баба, дед просто ждет. Значит, баба выполняется, для нее n равно 4. Прямой ход, n равно 4. p, h, n равно 4. Продолжается, баба засыпает, просыпается внучка, п, h, баба ушла в стек. В стек вызову. p, h, n равно 3. p, h, n равно 2. p, h, n равно 1. Это кошка. Кошка отрабатывает свою задачу. Она получила n, равное 1. 1 равно 0? Нет. Значит, она печатает p, h, n равно 1. И вызывает мышку. А вот мышка, вместо того, чтобы печатать p, h, она вот вызывается, получила f от 0. 0, равен 0, истина. И она печатает крайний случай. Крайний случай. После чего мышка тут же заканчивает, возвращая свой 1 ньютон. Кошка получает управление вот в эту точку. Опа! У нее теперь fn, подчеркивание, 1 равно 1. И она может продолжить. Она успешно делает свою работу. Дальше она все делает сама, непосредственно. Она успешно делает свою работу. И печатает обратный ход n равно 1. То есть у простого с кошкой. Потом простого с кошкой возвращает свое усилие. Кому? Достает из стека, вызовав точку возврата в собаку, адрес возврата. И в функцию собака происходит возврат с функцией кошка. Обратный ход n. А что? Собака уже почти все сделала. Она ждет вот этого места. Она вот тут висит. Вот адрес возврата в собаку. Так вот, в стеке вызовов у нас лежит не только адрес возврата, но и старое число n. Собачье. Там лежит n равно 2. Собачье n. И он печатает свое n. А то n, как они называются, это одним именем, но на самом деле на каждом уровне рекурсии свой набор переменных. Понимаете? Это очень важно понимать, что собака не забыла, что ее n равно 2. Она, как только к ней дело перешло, она тут же вспоминает о своих состояниях переменных. Поэтому она и печатает n равно 2, а не единичка. Дальше. Обратный ход n равно проснулась внучка, проснулась бабка. Отрабатывает. А тем, всем остальным функциям, которые на более глубоком уровне рекурсии, которые уже выполнились, там сборщик мусора, все эти переменные, точнее все объекты от этих идентификаторов, он все поедает, потому что переменных больше не существует. Идентификаторы выкинуты. С прекращением вызова функции уничтожается все ее пространство имен. Имен больше нет, на объекты больше никто не ссылается, до свидания объекты. Единичка, двойка и тройка, когда пришло к этому делу, они уже съедены. Остался только результат. Это факториал от трех. Он сохранен в пространстве имен уже, кого там четвертый, это у меня уже бабка. В пространстве имен бабки результат только сохранен, а все остальное, внутренние какие-то там промежуточные факториалы, все выкинуты, они не нужны. Только результат важен. В каком-то смысле дед мог бы позвать своего соседа, который бы выдал ему 100 ньютонов, то есть ему не так важно, была там рекурсия, насколько она была глубокой. Деда сейчас это не волнует. Сколько им я там по задачам это было решено? n равно 4 бабка. То есть бабка вернула свой результат деду. Дед вспоминает, что его n равно 5, перемножает все эти результаты и получает свой f от 5, который я тут не распечатал, к сожалению, но он равен, как известно, 120. В общем, дед благополучно получит свой результат факториал от 5. Ясно? То есть у каждого героя есть те действия, которые он выполняет до вызова товарища. И те действия, которые он выполняет после вызова товарища. Прямой ход рекурсии – это, собственно, движение углубления. Обратный ход рекурсии – движение выныривания, когда стэк вызова очищается постепенно, у нас происходит возвышение обратно, ближе, ближе, ближе к выходу. Правда, бывает иногда такая ситуация, бывает такое, что, например, у нас как бы пошло вглубь, вынырнуло, пошло вглубь, вынырнуло, такое тоже бывает, скоро увидите. Давайте пока что в парочку задачек, в которых у нас будет линейная вот такая рекурсия. Но еще раз говорю, для факториала эта задача надуманная. Не надо вычислять факториал в жизни рекурсии. Не надо. И это делается как раз по-другому. Но он хорош для объяснения. Итак, одну секундочку. Мы с вами сумели быстренько это сделать. Алгоритм Евклида. Алгоритм Евклида. Вы, наверное, знаете, в чем состоит алгоритм Евклида. Но я на всякий случай скажу. Это алгоритм о поиске минимальной длины отрезка, который кратен одновременно этому и этому. Задача облегчается, потому что они у нас не иррациональных длин, каких-то несоизмеримых, а они натуральных длин. То есть это, по сути, два числа. Да, у меня есть А и Б. Как сделал Евклид? Он говорит, давайте из А вычтек. Я обосную вначале. Понятно, что число С1, равное А плюс Б, оно, если А на что-то делится, на что-то делится, да? А делится на Д, Б делится на Д. Существует делитель общий. Любой общий. Хоть единичка. То есть если они оба на что-то делятся, то из этого автоматически следует, что С1 делится на Д. Доказательство очень просто. Пишем А равно Д умножить на Х, Б равно Д умножить на У. Выносим Д за скобку. В общем, понятно. Да? Та же самая история с С2, равным А, минус Б, и с С3, равным Б, минус А. Они тоже, какая разница, плюс или минус, существенная разница, нет. Выносим Д за скобку, делится. Они тоже являются этими. Они кратны Д. То есть ИС2, ИС3 кратны Д. Однако есть риск, что я улечу в отрицательные числа. Есть риск улететь в отрицательные числа. Потому что если я вылечу вот здесь вот, и Евглин говорит, послушайте, ну так давайте брать из большего, вычитаем, меньшее, да? И вот у меня уже А штрих. Да? Ну мне лучше бы обозначать, может быть, так. Было А1 и Б1, да? Остали А1, А2, Б2. Ну, Б2 при этом равен Б1, но по сути как бы он... Понятна логика, да? Потом беру опять из большего и меньшего, я вычитаю меньшее, и получаю А, ну, штрих-штрих я сейчас поставлю, так для простоты. Да? Потом опять из большего вычитаю меньшее, получаю, как сказать, А, третье, Б, третье. Да? Из большего вычитаю меньшее, и в момент, когда они оказываются равны друг другу, это оказывается наибольший общий делитель. Вот. Я не буду сейчас доказывать, что это наибольший, это почти очевидно. Вот. Однако, вы заметили, что мне очень долго пришлось из А вычитать Б вначале. Нельзя ли это сделать как-то быстрее? Ну, давайте я таким Б ставлю, как я делаю. Ответ можно. Существует модификация алгоритма Эвклида, в которой предлагает... Ну, его блок-схема, она вообще такая. То есть, пока А не равно Б, А не равно Б, А не равно Б, я делаю что? Если А больше Б, то я из А вычитаю Б, А равно А минус Б, это классический алгоритм Эвклида. А если нет, поскольку они точно не равны друг другу, то, соответственно, Б больше А, то у меня что получается? То я из Б вычитаю А. Б минус А. И по-любому я продолжаю ход выполнения, начиная вот с этого вот. Как только у меня... Ой, не оттуда. Как только у меня А равно Б, то есть, когда А не равно Б, то это все, это ответ. Причем ответ это А или Б. Они равны друг другу. Какая разница? А или Б? Понятно, да? Но я бы сразу хотел вас научить более хорошему алгоритму. Вначале пояснить. Могу ли я из А сразу вычесть много Б? Ответ да, могу. При помощи С равно А процент Б. Ну, в смысле взятие по моду. То есть, я делю нацело на Б. И рассматриваю остаток. То есть, что и получается? Я из А вычитаю Б сразу сколько раз, сколько только возможно. Ну, кстати, вот сразу эта ситуация сложноватая. Дело в том, что А у меня нацело поделилась на Б. То есть, вполне возможно, что С окажется равным нулю. Что делать, если так? То это что значит, что? Б есть ответ. Если так, следовательно, Б ответ. То есть, это мы не паникуем, если остаток равен нулю, а наоборот радуемся. То есть, если я что-то поделил на что-то, то и оно нацело поделилось. Все, это ответ. А если нет, а если С не равно нулю, вот это вот результат, то что? То это значит, давайте я чуть-чуть, как сказать, Б изменю. Чуть-чуть поизменю, и у меня сразу дело пойдет на лад. Опа! О, остаточек. То это получается, как будто бы я из А вычел Б столько раз, сколько только было возможно. Не знаю, сколько, но какая, ну, можно делить, взять, поделить, там слово посмотреть. Часто. Но оно меня не интересует. Меня интересует вот что. Если так, то это самое С тоже делится на общий делитель. Понятно? С тоже делится на наибольший общий делитель. Если оно не ноль. А значит, С является лучшим кандидатом в качестве А штрих. Правда? То есть я, я, собственно, то и сделал, что было в классическом. Я вычел из А, Б, только сразу много раз. Я более того, заведомо знаю, что С меньше, чем Б. Соответственно, если я хочу теперь делить, то теперь надо следующее делить. Вот А штрих теперь, А штрих, который равен этому предыдущему С, то теперь мне нужно не А делить на Б, а Б на А. Но чтобы не объяснять это алгоритм, я сделаю вот так. Я скажу, я скажу, что пусть А будет бывшим Б, а Б будет этим самым новеньким остатком. Б будет вот этим остатком. Еще одна фишка. Я не хочу сейчас переменную С вообще создавать, потому что я вот эти вот два действия, ну, я мог бы сразу тут написать А равно Б, А Б равно А процент Б, но проблема в том, что тогда А будет уже испорчено. То есть мне нужно все-таки успеть сделать заранее. То есть вот это вот действие. первое, второе, третье. Ну и при этом по пути проверить, а не стал ли С, равным нулю случайно. Но вот эти вот три действия, вот эти три действия, вот эти три действия, я могу сделать за одну строчку. Потому что фактически, еще раз говорю, А должно стать бывшим Б, а Б должно стать бывшим А процент Б, то есть С. А я могу это присваиванием картежей реализовать. Давайте сейчас ключевое действие напишем, а потом, собственно, регулярный случай пропишу. Жестко немножко, да? Нормально? Смотрите еще раз. А, запятая Б равно А это бывшее Б, а Б это бывшее А процент Б. Ясно? То есть я вот эти вот три строки сейчас собрал в одну строчку, в одно такое действие. При этом, давайте рассмотрим, а вот как мы сделать так, чтобы вот это промежуточное вопрошение, вот это промежуточное вопрошение, вынести вовне? Можно ли это сделать? Ответ – да. Только смотрите, если у меня остаток поделился, он равен нулю, то оставшееся число и есть наибольшую общую делительность. Где сейчас у меня после вот этого пополнения у меня А процент Б мог оказаться равен нулю. Значит, у меня Б равно нулю, то есть если у меня Б равно нулю, то С нод это С. О, прошу. Нод это теперь, а старое значение Б это нод, а оно сейчас хранится в А. Понятно, почему я А хотя делил на Б, но я успел их уже поменять места. Это просто ради того, чтобы вот этот кусочек вынесли за пределы этих трех строк, а они вот так вот коротко записывались. Понятно? Теперь вот это дело осталось зациклить, и у меня будет алгоритм. Но мы же не пойдем легким путем. Мы сейчас напишем рекуррентно, потому что рекуррентно, если бы вот это осознали, то рекуррентно это будет выглядеть вот сказочно, просто коротко. Значит, алгоритм Евклида называется Grand Common Divisor. Grand Common Divisor. Наибольший общитель. ГЦД. Итак, пишем функцию. Значит, это просто пока комментарий к ходу. Теперь дэх ГЦД от А запятая Б. Крайний случай. Крайний случай. Когда у меня Б равно нулю, return А. Все. То есть, я не печатать его буду. То есть, я спрашиваю, если я пришел сюда, и при этом Б равно нулю, то делить на ноль я точно не собираю. Мне нужно просто возвращать А в качестве результата. Return А. Else я не пишу, потому что вот здесь это уже автоматически else. Я уже return сделал в этом if. Если if состоялся, то return уже был. Что я пишу? результат наибольший общий делитель А и Б это наибольший общий делитель Б и А процент Б. ГЦД от Б запятая А процент Б. Все. А если А равно нулю? Если вдруг А будет равно нулю, то делить на ноль не придется, ничего страшного, мы пропустим этот момент. И что у меня получится? У меня они тупо поменяются местами, потому что ноль поделить на что угодно это что? Ноль. Ноль. Значит, и у меня останется, что он вернет Б. Это вопрос вот какой. А как вообще, что должен возвращать чисто теоретически наибольший общий делитель например от 15 и нуля? Ну, вопрос. А ноль делится на 15? Он на что угодно делится без остатка. Потому что остатка будет, результат ноль, но остаток ноль. Поэтому формально все правильно, но 15 и нуля равен 15. поскольку оно так, то какие-то проблемы. Если и а и б равны нулю. Если а и б равны нулю, то он вернет ноль. Ну, просто по факту. Так, б равно нулю, он ретерн а, ноль. А на какой наибольший общий делитель нуля и нуля? Кстати, это интересный вопрос. Ведь этот вопрос относится уже к области такой забавной математики. Но он вернет ноль. Что не так плохо? И как он будет выращивать бесконечности? Да? То есть, но вот этот вот случай это уже как бы не рассматривать. Я, честно сказать, даже не знаю. В школе меня никогда не учили, а я не задавался вопросом наибольший общий делитель нуля и нуля. А для отрицательных чисел эта функция вообще не работает. Сюда можно вставить assert a больше нуля больше либо равно нуля. n b больше либо равно нуля. Ясно? В общем, рекурсия часто очень красива именно тем, что она записывается компактно и при этом если вы сломали себе мозг и понимаете то, о чем я говорил, то вам она будет понятнее, чем циклические функции, чем циклические действия. Хотя бы потому, что вы грамотно называя функцию, вы явно понимаете строчку, потому что это упоминание, оно вам четко говорит, что делает. Ну что, давайте с вами сделаем парочку еще задачек. Значит, это будут у нас... А по скорости работают медленнее, чем цикл. А? По скорости работают медленнее, чем цикл. конечно. Понимаете, но ведь вопрос, а что мы должны оптимизировать? Помните, когда мы про сортировку говорили, мы должны оптимизировать асимптотику. Асимптотику и понять. Человеком две вещи надо оптимизировать в реальной жизни. Это асимптотику алгоритма и человекопонятность текста. Если ваш текст непонятен и вы выгодали, в два раза ускорили алгоритм, в два раза о вместо n у вас n пополам, или вместо 10 n у вас 5 n. Да какая разница? Главное, чтобы у вас, когда n махнет вверх, чтобы у вас не произошел взлет. Преждевременная оптимизация есть великое зло. Никогда не делайте оптимизацию алгоритма, а я тут сэкономлю чуть-чуть памяти, одна пара байт. Оптимизация она имеет право на жизнь, но она должна совершаться, когда вам жестко встали перед критерием, что у вас просто не хватит ресурсов и системы. Но вы знаете, в этом случае первое, что я вам скажу, ребята, тут не нужно не рекорсию менять на циклы, а тут скорее нужно менять язык программирования, переходить к этому самому C, который вы еще успеете возненавидеть в следующем году, ну или полюбить, зависит от вас, но просто питон, он прекрасен, но не для всех задач он подходит. То есть, когда вам не надо супер-библиотек, а когда вам нужно просто долбить процесс работы, быстро, быстро арифметические действия, ну пожалуйста. Но правда, там тоже вопрос, процесс рожжения не всемогущий, может быть, вам лучше параллельно алгоритмы разрабатывать, понимаете? А как только вы переходите в область параллельных алгоритмов, тут возникает вопрос о, может быть, вообще даже Фортран нанеси. Он иногда лучше подходит для НПА, хотя Фортран вы знаете, что это за древний зверь, да, он древней Паскаля, это почти первый структурный язык программирования. Но Фортран жив. И даже есть новые версии Фортрана, Фортран 2000, 2000. Даже есть более поздний, я уж не знаю, номер. Он объектно-ориентированный теперь. Ладно, я с вами поговорил про фантериал, пора что-нибудь интересное рассказать. Значит, давайте с вами сделаем быстрое и небыстрое возведение в стиле. Итак, вначале начнем с небыстрого возведения в стиле. Математическое основание это вот такое. А в степени Н равно чему? Это А в степени Н минус 1 умноженное на А. Логично? Я сейчас делаю по аналогии с фантериалом такое же рассмотрение системочек. Вот с ГЦД я там пропустил этот шаг. Я предпочел математически обосновать просто, чтобы вы в принципе понимали эту красивую шобочку я не писал. А давайте я где-то оставлю. Евклида я саду. Так. 1, 3, 3, 3, 4, зима пришла в дорогу. Итак, значит, быстрое возведение в степени. Но начнем с обычного. а в степени n равно а в степени n минус 1 умноженное на а. Да? В принципе, это верно всегда. Но меня интересует вопрос для целых чисел. Да? И так, чтобы в конце стояла мышка. Крайний случай. Итак, давайте назовем теперь эту каким-то образом как функцию. Например, ПАО. ПАО. Вот а запятая функция двух параметров. Как она выглядит? У нас а в степени n равно а в степени n то есть я а но возвожу в степень n минус 1 а результат домножаю на а. И это у меня когда? Когда n больше нуля. Больше нуля. А когда n равно нулю, то а в степени ноль это это у меня один. Да? Поэтому я сейчас считаю, что а больше нуля. То есть заветомо. То есть я не рассматриваю все там. Ну, по крайней мере не равно. нулю. Так что у меня тут вот получается. А тут я возвращаю один при n равно нулю. Пока это математика все-таки пишем все. Все пишем алгоритм. d p a n что я делаю? Первое проверяю крайний случай. Если n равно нулю, то return один. Опять, если по-честному, тут надо бы написать assert a не равно нулю, n больше нуля, как-то так, да? А еще assert tight n равно-равно int, а то вдруг сунут сюда ненатуральное вещество, оно не работает. Но будем пропускать. else я не пишу, автоматически это уже рекуррентный случай, n не равно нулю. Что я возвращаю? Я возвращаю return pao a n минус 1 умноженное на m. Все. а? на a а? на a ой, спасибо, на a а риал еще в голове стоит. А давайте теперь модернизируем этот алгоритм. А не бывает ли такой ситуации, когда я могу быстрее понизить n? Потому что n у меня, представьте, что там 10 тысяч, да? 9999, 9998, никогда. Просто уровень глубины рекурсии обычно 10 тысяч не превосходит. Да, это там нужно отдельно заставлять питон, чтобы он ел рекурсию большего размера. Да и нехорошо это так, неразумно. Значит, надо быстро понижать степень. Как мы это можем сделать? А если у меня, если у меня степень четная, то есть я имею возможность вот так вот сделать. А в степени 2 умножить на n пополам. То я могу сказать, что это такое? Ну, это а квадрат возведенный в степень n пополам. Правда? Это а квадрат в степени n пополам. То есть, если m делится на 2, то я могу сказать, что это равно в степени от а квадрат это я вычисляю один раз, одно арифметическое действие и все, у меня есть а квадрат. От а квадрат в степени n пополам. Ну, естественно, она цела, потому что мне нужен результат, целое число. Но я должен точно знать, что делится на целом. То есть, при n не просто больше нуля, но n больше нуля понятно, да? А самое главное, что здесь у меня я n пишу четное, четное, а здесь я оставляю, но если он нечетное, то я ничего сделать не могу. Если нечетное, придется по старинке вот так понижать степень на единичку. То тогда я говорю, а здесь для n нечетного пользуемся пишем программу def fast power от a, n двоеточие assert a больше нуля n int type n int не пишем это все раз. Что я проверяю? Крайний случай. Если n равно нулю, return 1 иначе но иначе если, поэтому elif я хочу так сделать, а хотя я мог бы написать просто if, но давайте я напишу, раз уж все равно приходится, я напишу elif иначе если n процент 2 равно что в начале напишем? Давайте вот по порядку вот как в скобках напишем и так, как оно было раньше. То есть равно, равно 1 то есть нечетное. В этом случае я как было возвращаю return found от a и n минус 1 но результат домножаю на a. А вот иначе else иначе я возвращаю то есть я могу себе в качестве комментария написать n процент 2 равно равно 0 это моя уверенность, что это так, поэтому я продолжаю дальше. а иначе а иначе я возвращаю то, что я уже там придумал выше а именно a квадрат ну или можно a умножить на a написать, это не важно, да? ну я напишу это было видно прям по формуле a квадрат а здесь n пополам и этот алгоритм реально работает быстрее на больших степенях намного то есть вот этот вот алгоритм вот этот вот алгоритм да, я обведу квадратик вот этот вот алгоритм по отношению к n имеет асимптотику o от n то есть миллион будет миллион делать рекуррентных этих вызовов, да? а этот имеет асимптотику o вот логарифм по основанию 2 от n то есть число например степень 1024 он будет понижать 10 раз за 10 итераций да? там еще там миллион он будет делать это 20 раз миллиард 30 итераций примерно как доказать а вдруг он всегда будет идти по худшему случаю нет после нечетом он всегда перекрылся счетом то есть как минимум каждый второй раз он пользуется вот этой возможностью как минимум каждый второй раз вопрос там пау и ретерн это ошибка фаст пау конечно да я просто фаст пау ретерн фаст пау что еще мы с вами делаем матрешку если он проснется я потерял список он заснул как доказать асимтотику я не буду заниматься на лекциях доказательства доказательства если бы вы были фукмами или фифтами я бы заботал это и вам бы рассказывал но у нас так мало часов на информатику что нам сами алгоритмы надо и понимать их смысл как оно работает а доказательства асимтотики это очень непростые вещи прям реально там нужны математические теории там такие получаются уравнения функциональные поэтому мы не будем это пробовать так да да слушайте ну нам еще довольно много надо успеть числа фибоначчи рекуррентно числа фибоначчи я вам их рассказал помните про кролика Леонард Кизанский количество пар кроликов помните 0,1,1,2,3,5,8,13 и т.д. то есть каждые два последних числа в общем число фибоначчи nt может быть сведено к сумме чисел фибоначчи n-1 плюс число фибоначчи n-2 ну правда опять же надо же когда-то остановиться а здесь остановка идет на числах фибоначчи фиб нулевое равно нулю число фибоначчи первое равно 1 ну или можно короче сказать для n меньше меньше либо равного 1 равно n ну учитывая опять же предположение что нам отрицательные числа вообще не дают то есть я так теперь смотрите я напишу ну я как бы у факториала одной буквой f напишу хорошо только большую сделаю так чтобы похоже было итак f от n чему равно оно равно f от n минус 1 плюс f от n минус 2 при n больше единицы да значит а иначе оно равно n при n меньше либо равном единице да ну предположение что n больше либо равно нуля в принципе да все это общее предположение иначе не работает пишем def f от n двоеточие проверяем вначале крайний случай n меньше либо равно единице return n а иначе а может не писать забываем так а иначе что у меня получается return f от n минус 1 плюс f от n минус 2 все вы хорошо но не все оказывается давайте вычислим число фибоначчи от 5 ну вот как с дедом буквально всего лишь фибоначчи от 5 я ему устно могу сказать 13 если я могу ошибаться еще раз 1 1 2 3 это у нас 2 3 да 5 8 5 5 5 5 5 равно 8 ну вот устно посчитать вот давайте я вам скажу что будет происходить итак я считаю m от 5 давайте коротко чтобы скобки когда вас не болевать как 5 для этого функция вычисления это не крайний случай она вызывает две функции в начале одну потом другую в начале вызывает число фибоначчи от 4 а уже потом число фибоначчи от 3 вызовет потом пока еще не вызвало но я сразу нарисую что надо вызвать функция вычисления числа фибоначчи от 4 вызовет вызовет функцию вычисления числа фибоначчи от 3 а потом функцию вычисления числа фибоначчи от 2 функция вычисления фибоначчи от 3 в начале вызовет функцию вычисления числа фибоначчи от 2 а потом f от 1 но это слава богу крайний случай она быстро отработает но пока она еще не вызвана а f2 для себя Вызывает F1 и F0. Оба крайние случаи. F1 отрабатывает. То есть у меня как получается движение алгоритма следующее. Вглубь, вглубь, вглубь рекурсии. О, отработала мышка, вынырнули. Заглянули внутрь. Отработали. О, теперь наконец-таки F2 может их склеить. Соединила. И возвращает F3. У F3 появился первый результат. Он знает теперь, чему равно F от 2. И вызывает F от единицы. F от единицы отрабатывает довольно быстро. Возвращает F от 3 результат. F3 теперь знает число Фебоначчи от 3. Возвращает это той функции, которая спросила. Число Фебоначчи от 4. И все это перестало существовать. Есть только результат. Все промежуточные результаты отсутствуют. Они нигде не запомнены. Не сохранены. F4, имея результат F3, начинает вызов F2. F2, для того чтобы узнать число Фебоначчи от 2, вызывает F1 и F0. Вначале F1, который быстро возвращает F0, который быстро возвращает F2, возвращает. F4, наконец, узнала число Фебоначчи от 4 и возвращает результат функции F5. Но тут дело обостряется тем, что про значение числа Фебоначчи от 3 мы забыли уже. Надо его узнать. Происходит вызов числа функции числа Фебоначчи от 3. И мне надо перерисовать еще раз это самое дерево. F2, F1, F0, F1. Так? Если я захочу, не дай бог, посчитать число Фебоначчи от 6, то мне придется... Что сделать? Вот, во-первых, все вот это дерево, оно входит в качестве. И еще входит вот этот его кусок. То есть, F4 тут еще дерево. То есть, асимптотика вот этого вычисления Фебоначчи, вот этого вот вычисления Фебоначчи, O от числа Фебоначчи от N. А числа Фебоначчи очень быстро растут. То есть, это очень плохая асимптотика. Если уж факториалы, хотя бы в крайнем случае, еще можно вычислять там асимптотика O от N, то в данном случае асимптотика ужасная, дикая. понимаете она совершенно ненужная не надо забывать о том какие числа фибоначчи простой цикл форм и даже вычисления на бумажке число 60 фибоначчи 60 число фибоначчи дай его на калькуляторе тынс 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 и она не такой большой на калькуляторе поместится но он реально условно там не знаю 6 миллиардов но если мы будем делать вот этим он будет 6 миллиардов раз вызывать функцию понимаете это мы помрём поэтому конечно же надо вычислять иначе асинтетическая сложность при рекурсе особенно когда есть несколько вызовов у нас ветвление большое а когда происходит ветвление то тут с глубиной надо очень четко они не углубляться в реку представьте себе анализ шахматных ситуаций предположим что противник я похожу так а противник походит так или так и лето или на крике либо эти тут так так а если он походит так то я покажу так на вот этап походит ада да как будет айнак а я может мое предвление вы можете себе представить что в шахматах происходит в алгоритме для вычисления углубления в шахту люди они действуют более интеллектуально то есть просматривая вот эти вот как сказать там каспара какой-нибудь или как просматривая вот эти ситуации вглубь вот это вот рекуррентное предположение а предположим что предположим что предположим что они как бы анализируют это но это сложный процесс да то есть используя всю вот человеческую интуицию да вот особенности нейросети только помноженное на то что это человек да с сознательным анализом и отбрасыванием лишних ситуаций компьютер он так не может ему реально перед тем как оценить но он еще там же где-то мышка должна быть крайний случай то есть какой-то то есть углубиться так чтобы до финиша до мата точно невозможно никаких мощностей не хватит в какой-то момент он физически останавливает так стоп а теперь давайте оценим просто тупо или по количеству фигур или еще как-то просто оценим для кого это позиция выгодны или нет он возвращает в бенности позиции потом из выгодности позиции принимает решение какой ход все-таки вот тут наиболее выгодно где там наиболее продажная выигрышная стратегия возвращает обратно и таких потом принимает какой уход мне нужный вопрос. Понимаете? Это удивительно, что таки удалось компьютеру IBM победить Каспадова. Да, вы, наверное, знаете про то, что там их компьютер, как он называется, Deep Blue или как-то еще так. Ну, он достаточно типовой, они его продают. То есть это был маркетинговый ход, на самом деле, конечно. Но они в итоге заставили, добились того, что компьютер этот победил. А, нет, не этот продают, потому что тот компьютер для анализа конечной ситуации использовал специальные шахматные процессоры, которые уже не рекуррентно, но очень быстро, аппаратным уровнем оценивают ситуацию. И еще там жесткая параллельность. Ладно, я еще раз хочу сказать, что если у нас есть визгление в рекурсе, то, пожалуйста, в глубину не уходите. И всегда нужно подумать, а стоит ли применять рекурсию? Может быть, есть какой-то другой способ. Про него я расскажу, дождитесь, будет. Как заменить рекурсию на подобный ей, но эффективный, не рекуррентный алгоритм. Так. А матрешка? Нет, давайте сразу Ханойские башни. Ханойские башни. Итак. В магазине Икея продается в детском отделе такая пирамида. На ней блины тут, блины тут. Там одни квадратные, другие круглые, третьи ромбовидные и всяких там формочек. Ребенок, представьте себе, потерял все кругленькие блинчики. И у него только два голых столбика, да, и на одном все круглые лежат. Значит, теперь смотрите. Задача следующая. Нужно перетащить вот эту вот башню высоты Н блинов на соседний столбик. Давайте только сразу я вам скажу. Давайте ее обобщим. Мне требуется перетащить башню Н блинов с и того столбика. С и того на капли. С и того на капли. При этом понятно, что их номера 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да, ну, как бы, тем не менее. Давайте вычислим вот этот вот номер, да, временный столбик. ТМП. ТМП, очевидно, равен чему? Ну, И плюс К плюс ТМП равно 1 плюс 2 плюс 3 всегда. Это инвариант. Оно равно 6. Поэтому ТМП, что столбик, равно 6 минус И минус К. 6 минус И минус К плюс столбик. Итак, пишем решатель. А, да, еще раз. Больше одного блина перетаскивать нельзя. Перетаскиваем по одному блину. Перекладываем. И еще запрещена вот такая ситуация, что более толстый блин лежит на более тонком, то есть вот с большим диаметром. Вот такая запрещена. Любые другие ситуации разрешены. Пишем решатель сразу. Д. Назовем его Ханоев. Ханоев. Это. Можно уточнить? А почему 6? 6. 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Понятно. Почему ТМП равно 1? И равно либо 1, либо 2, либо 3. И К равно либо 1, либо 2, либо 3, но они точно не равны друг другу. Просто из инварианта. И плюс К плюс ТМП равно 6. ТМП равно 6 минус И минус К. Итак. Требуется перетащить башенку размера N, высоты N, с И-того столбца на катый столбец. Ну, можно, в принципе, здесь параметры по умолчанию прописать. По умолчанию с первого столбца на второй. По умолчанию с первого столбца. Давайте теперь рассмотрим, собственно, картинку. Как это делается. Так, сейчас. Где-нибудь вот тут. Значит, у меня рассмотрим башню, как нижний блин и оставшуюся башню. Эта башня имеет размер N-1 блин. А это, собственно, N-1 блин. N-1 блинчик. Соответственно, мне требуется перетащить что? Ну, вначале эту башню N-1 высоты я перетаскиваю на временный блин. То есть я получаю вот такую ситуацию. У меня этот блин лежит где лежал, этот свободный, а башня на высоты N-1 лежит на крайнем справке. Затем я этот самый толстый N-1 блин, и получаю ситуацию, когда у меня конкретный этот N-1 блин уже лежит на конечной позиции, да? Так, а башня N-1 не там, где надо. И я ее перетаскиваю и кладу на конечную позицию. Быстрее сделать это невозможно, потому что N-1 блин нельзя переставлять ни на один из блинов вот этой вот пирамиды. То есть он должен быть таким переставленным. То есть эти все блины должны, они должны его освободить, при этом не находиться на средней позиции. Понятно? То есть быстрее это сделать точно невозможно. Если я вот эту операцию перекладывания этой пирамиды N-1 сделаю оптимально, то и это все будет сделано оптимально. Заметим, что я сейчас только что научился перекладывать пирамиду N-1, точнее N-ого размера. То есть на единичку большего, чем умел. Итак, поехали. Первое. Крайний случай. Если меня просят перекладывать пирамидку высоты N, то есть я перекладываю первый блин, то я пишу принт переложить с, переложить с, кавычка закрывается, и на К. А, прошу прощения, переложить блин размера 1. Переложить. Ну хотя какая разница, в принципе, там верхний всякий берется блин. Да, я сейчас не буду. Переложить блин размерчика 1. Так, теперь дальше. Иначе. Ну и в принципе, кстати, на это можно опять же сделать. А да, ладно, лучше напишем иначе сейчас. Реально. Иначе. А если иначе, то что я делаю? Собственно, я вначале вызываю функцию ханои. Говорю, переложи мне, пожалуйста, с какого... Да, единственное, что давайте, это ТМП, я прошу прощения, ТМП равно 6 минус И минус К. Я его просто вычислил, чтобы два раза не вычислили. А теперь перепишу. Ханои переложить с итого на ТМПшный. А, прошу прощения, N минус 1 с итого на ТМПшный. Столбик. Затем, у меня блин, N свободен. Я его перекладываю. Принт. Переложить. N, ты блин. N, ты блин. С этой самой, блин, прошу прощения. С И на К. Да, это он напрямую перекладывается. После чего я вызываю функцию ханои, поперекладываю пирамиды N минус 1 с временного столба на конечный, на К. Все, конец. Асимптотика здесь сложная, но по-другому она и не решается. То есть самозадача решается за вот эти самые итерации. То есть здесь количество перекладываний очевидно равно числу Фибоначчи от N. То есть перекладывание пирамидки размера 10, оно уже реально представляет достаточно сложную задачку, но еще там за разумное число ходов возможно. Число Фибоначчи от высоты перекладываемой пирамиды. Так, ну на этом все сегодня. Спасибо за внимание. Спасибо.